Санкт-Петербург В Твери можно попробовать практически настоящую французскую выпечку Да Ну все, все, выключай, я буду есть Осень в России 2018 радует меня прекрасной погодой И за яркими впечатлениями и красками на этот раз мы приехали в город Тверь Начинаем нашу прогулку на улице Трехсвятской Одна из самых красивых в городе и историческая В каждом российском городе есть улица, которую называют местным Арматом И в Твери это как раз улица Трехсвятская Одна из старейших в городе Многие здания здесь памятники архитектуры, памятники истории Сейчас она пешеходная и просто прекрасно подходит для утреннего променада Если даже не готовиться к поездке в Твери, не составлять список каких-то достопримечательностей То туристу здесь в принципе довольно просто будет ориентироваться В городе стоят вот такие стенды Отмечено, где мы находимся Мы сейчас находимся вот здесь И отмечены какие-то достопримечательности, которые есть поблизости Мы находимся на улице Трехсвятская Особенность этой улицы в том, что она вела в село Трехсвятская Где жил Тверской архиерей, если верить тому, что написано на этой информации И интересно, что застраивалась она особенным образом Она застраивалась только на пересечении с другими И лишь в 19 веке оставшаяся часть Трехсвятской тоже заполнялась каменными домами Трехсвятская появилась в планировке 1763 года История многих российских городов делится на периоды от одного большого пожара до другого Деревянные улицы горели во время набегов, войн Серьезным бедствием мог обернуться огонь, охвативший хотя бы одну постройку Пожар 1763 года начался с архиерейского дома Сейчас там путевой дворец, и чуть позже мы его увидим Сильный северо-западный ветер усугубил обстановку настолько, что выгорело почти все Люди остались на улице, город нужно было отстраивать заново Восстановление Твери стало одним из первых серьезных государственных дел Которыми озаботилась Екатерина II Она только-только взошла на престол Закрыто Из Ёжкоролы я привезла домой хлеба Хотела в Твери тоже купить, но, к сожалению, магазин закрыт А такие красивые двери В свое время Трехсвятская была въездом в город Сейчас это самый центральный центр и главный ориентир для туристов Много кафе, магазины, сувениры Тверской Арбат гораздо спокойнее московского Очень такой размеренный ритм здесь настраивает на определенную волну На волну подумать об истории и настоящем Мне, например, всегда интересны не только памятники или архитектура, но и современная жизнь Что делают в этом городе? Куда ходят? Есть ли вообще куда сходить? Это бульвар Адичева, одна из основных прогулочных улиц города Твери Здесь много магазинов, ресторанов, кафе И здесь даже есть французская пекарня Утром в выходной день здесь вполне может не быть свободных столиков Акцент кафе делает на завтраки И, конечно, десерты Они авторские Сезонные коллекции И все дела Люди приходили и спрашивали, а когда будут кармельные яблоки? И я обещала, что осенью оно вернется И оно вот вернется Ну, и я добавила еще вот с экзотическим мармеладом, экзотическим пулитом Манго-маракуйя, сырный мусс, бисквит-декуаз миндальный пропитанный тоже сиропом маракуйи, которого делаем сами У меня меняются коллекции Вот эта осенняя коллекция десертов была летняя, весенняя, зимняя Хвалят и выпечку Чтобы на прилавке появились свежие круассанные багеты Пекарь приходит ранним утром за несколько часов до открытия кафе Посещала мастер-классы, когда приезжали шефы Но финальной точкой стала моя поездка в школу Ленотер Это одна из старейших кулинарных школ Европы И особенно славится кондитеркой Там мне повезло попасть к лучшему пекарю Франции У него есть такой титул Его зовут Гайтан Пари Он полностью вообще передал все свои навыки, все, что он знал Он поделился Мы сделали очень много проработок Довели до ума все рецепты Потому что те рецептуры, которые получаешь во Франции С французскими ингредиентами Водой, мукой и всем остальным маслом Это все нужно было дорабатывать, как-то адаптировать здесь Но мы подобрали лучшие ингредиенты И технологию чуть-чуть подрихтовали И вот получилось то, что получилось сейчас То есть сейчас в Твери можно попробовать практически настоящую французскую выпечку? Да, к нам часто приходят иностранцы Но, наверное, из-за того, что у нас вывеска на иностранном языке Это как-то сразу их приманивает И были гости из Швейцарии, были гости из Франции И они рассказывают о том, что сейчас даже во Франции Не во всех местах встретишь самодельные кроссаны Многие переходят на заморозку Это проще, удобнее Вот мы делаем полный цикл изготовлений слоеного теста Делаем сами все изделия, которые вы видите на прилавке Конечно, да, это чувствуется Чувствуется настоящий сливочный вкус Воздушность этого изделия Мы в него душу вкладываем Для теста заказывают специальную муку А масло привозят из Новой Зеландии Оказывается, продукт из молока коров, которые едят сено Отличается по свойствам Для французских круассанов лучше подходит масло Из молока коров, которые круглый год едят траву Конечно, я не ожидала, что в Твери мне удастся дегустировать французскую выпечку Вот нас здесь угостили такими булочками бриошь Здесь все пекут сами Рецепты тоже разработаны самостоятельно Здесь, в Твери В общем, кусочек Франции в Твери Сейчас попробуем на вкус Такая нежная, воздушная Ну все, все, выключай, я буду есть Одна из любимых традиций моих подписчиков Это открытки И из Твери я отправляю такую замечательную карточку Это авторский рисунок, между прочим То есть не просто какие-то случайные фотографии Получает подписчик из Белгорода А разыгрываем открытки мы всегда на моей страничке в Инстаграме Так что подписывайтесь в Инстаграме И следите за моими путешествиями В этом ролике будет не только открытка, но еще и подарок Почтовый ящик номер один, между прочим На бульваре Радищева установлена такая скульптура Интересно, что нет никаких опознавательных знаков, кому посвящен памятник Но тем не менее большое количество людей здесь собирается Все подходят, садятся на скамейку, фотографируются Здесь людей больше, чем возле других памятников и скульптур Твери А потому что это памятник Михаилу Кругу Наверное, если вы даже не слушаете русский шансон, как и я То многие песни Круга все равно так или иначе вертятся в голове А Тверь – родной город автора Владимирского Централа Кстати, судьба Михаила Круга очень грустная На его дом напали, ранили членов семьи и самого исполнителя На следующий день он скончался, было всего 40 лет Если говорить с точки зрения искусства, то Тверь – это не только блатные песни, конечно Тверской театр драмы был основан в 1745 году И это один из старейших драматических театров в стране Появился при духовной семинарии А в 1787 году построили отдельное первое здание для городского театра Изучайте афишу Билеты на спектакли можно купить и онлайн Ну-ка, ну-ка, что здесь дают в этом сезоне? Стадион «Химик», который находится в центре Твери С недавних пор стал еще более интересной достопримечательностью Дело в том, что в районе входа на стадион Обнаружилось кладбище, которое относится к XIII веку Во время реконструкции обнаружились захоронения И вот сейчас там проводят раскопки Местные жители уже строят предположения Возможно, проигрыши команды связаны с влиянием этой загробной жизни Так, ну кладбище пока не видно Но видны траншеи, видно, что много земли перекопано Раньше это место было частью Тверского Кремля Последний раз он сгорел во время того самого пожара 1763 года Оборонное значение утратил, поэтому решили не восстанавливать Но территория до сих пор не открыла всех своих тайн В начале 80-х археологи нашли первую Тверскую берестяную грамоту Сейчас в районе входа на стадион обнаружилось кладбище XIII века И не только кости скрывает поле Руины храма, украшения, фрагменты кожаной обуви, вооружения, посуда разных веков Спряталась в культурных слоях подземного центра Твери Путевой дворец и часть городского сада занимают территорию утраченного Тверского Кремля Смотрите, какое роскошное здание! Уставшие во время долгого переезда из Петербурга в Москву Или из Москвы в Петербург императоры и императрицы останавливались в путевых дворцах Один из таких дворцов в Твери, вот такой большой, красивый А сейчас уставшие от уличной прогулки туристы могут заглянуть туда и познакомиться с картинной галереей Ну что интересного может быть в картинной галерее Твери, скажут некоторые Я тоже так думала А здесь выставлены работы не только местных художников Левитан, Айвазовский, Шишкин, Репин, Саврасов Экспозиция очень интересная Москва, Кутузовский проспект Нам повезло, мы попали в групповую экскурсию Их проводят только по воскресеньям в 14 часов Всего плюс 50 рублей к билету И теперь мы знаем все самое интересное о дворце Самый большой зал нашего дворца, зал под названием «Белый лепарад» Считается, что зал был также еще и трон Так как напомню, когда Екатерина II, первый этот дворец посетил в 1767 Решил, что с тентом юрисиденции Подле противоположного камина она установила трес Вспоминающую трон И принимала здесь Тверское купечество и Тверское дворянство Отделка тронного зала выполнена искусственным камнем По словам экскурсовода, в 19 веке такой материал стоил дороже натурального Ведь способность повторить природу демонстрировала величие человека и его мастерство Человек может полностью скопировать матушку природу А возможно, даже из-за естественных, когда дороже, чем рамок из дерева Даже гербовый зал – это не дерево, а гипсовая имитация В начале 19 века Тверь стала одним из центров светской жизни страны А дворец превратился в модный литературный салон В гости к хозяйке приезжали писатели и поэты и из Москвы, и из Санкт-Петербурга Например, Карамзин здесь читал Александру I отрывки из своей истории государства российского Новый статус у города появился благодаря сестре императора Екатерине Павловне Которая жила здесь со своим мужем, принцем Альденбургским Она известна отказом на предложение руки и сердца Наполеона Вполне возможно, любовная драма толкнула Бонапарта развязать войну Но это лишь домыслы А теперь о неявных нюансах жизни во дворце 19 века Время народа наш дворец окапливался в печаль Но тем не менее, окопления так просто-таки стратегически не хватало По полу здесь в холодные времена годы гуляли просто страшнейшие скульзии Ну что, все еще хотим жить как сестра императора? Или все-таки лучше в гостиницу с ковролином? В Твери, чтобы проникнуться настроением города, мы будем жить в самой настоящей тверской усадьбе И вот здесь у нас гостиная, а спальня наверху То есть номер у нас двухуровневый Здесь все стилизованное Смотрите, такой вот у нас комод здесь стоит Даже полка с книгами у нас есть Поэтому если мы здесь вдруг заскучаем, то мы можем почитать, например, Шекспира Здесь различная информация о Твери Я посмотрела уже эти буклеты Очень много направлений, очень много интересных каких-то мест и городов, куда можно отправиться Прям здорово! Я думаю, что мы в Тверскую область еще раз приедем Потому что рядом с Москвой как-то грех не приезжать В нашем номере очень много различных светильников И вечером можно выключить основное освещение, включить все эти лампочки Получается очень уютная атмосфера здесь Так как я блогер, то я должна устроить рум-тур Такую рубрику, как обычно устраивают блогеры И так, что у нас есть в нашем руме? В нашем руме есть ванная Очень большая ванная Точнее, здесь ванной нет, есть душевая кабинка Уже все протестировали И очень здорово, что это работает Что я отметила? Офигенно классные полотенца Мягкие, чистые Вот, честно говоря, в гостиницах Мне по большому счету все равно, как выглядит номер Мне важно, чтобы было хорошее белье Полотенца постельные Это, мне кажется, основное, что нужно ценить в гостинице Порадовали, полотенца порадовали Если вы соберетесь приехать в этот отель Можно с собой совсем ничего не брать из косметики Ну, только там, крем для лица какой-то Здесь есть все Здесь есть бритвенный набор Есть шампунги для душа Даже молочко для душа Лосьон для тела Зубная щетка, зубная паста Все, что нужно И вот, что интересно, этот отель, он, в принципе, соответствует Стандартам европейских трехзвездочных отелей Есть биде Есть даже гигиенические мешочки Казалось бы, простая вещь, но далеко не во всех российских отелях Мы можем это увидеть Продолжим наш рум-тур на втором этаже Посмотрим спальню Спальня весьма уютная И это тот случай, когда отдыхаем в одном месте, спим в другом месте То есть кровать – это не место для еды, для книг, для сна Это место только для сна Здесь тоже есть такой уютный уголочек у нас Мы прекрасно вчера попили чай Освоила я уже вот этот столик с удовольствием То есть у меня есть отдельное зеркало, отдельный столик с косметикой Супер! И здесь, в этой комнате, еще один санузел Раковина, унитаз Вот муж халатик оставил Мебель здесь вся в одном стиле Все такое вот а-ля усадьба И постельное белье хорошее И кровать хорошая Мне еще подушки понравились Они, в принципе, мягенькие Но вот мне как-то было очень комфортно спать Я сегодня даже проснулась раньше будильника Такое бывает очень редко Наш номер, в общем-то, совсем и не похож на гостиничный Такое ощущение, как будто бы это дом Причем двухэтажный дом Неплохой выбор Геллеровский, Булгаков Достоевский Температура воздуха наверху у нас 19-20 градусов примерно Здесь есть такая штука Кондиционер, обогреватель Вот вчера вечером мы выключили Сейчас включили, возможно, станет потеплее А внизу, кстати, на несколько градусов теплее Так что можно здесь охлаждаться, а там греться Отель совсем небольшой Но, тем не менее, здесь есть свое кафе, где подают завтраки Завтрак не шведский стол Нужно выбрать один из пяти вариантов накануне вечером И указать время, в которое планируем спуститься на завтрак Собственно, к этому времени все уже готово Мы приходим в кафе, нам приносят наш завтрак У нас очень уютный дворик в этой гостинице Правда, ощущение, как будто бы в гости приехал, а не в отеле живешь Здесь такие вот зоны отдыха, стульчики, диванчики Курилка Возьмем Александра Сергеевича Он, кстати, любил приезжать в Тверь Вот зонты тоже есть Можно выбрать какой-нибудь Но сегодня хорошая погода Я надеюсь, что нам зонт не пригодится Так наш отель выглядит с улицы Здесь есть дорога, но она очень тихая Машин совсем немного Вообще, можно спокойно дорогу туда-сюда переходить ДПС меня сейчас не слышали ГИБДД, ДПС Кто контролирует пешеходы? В общем, тихий, спокойный район При этом это центр города Отсюда до набережной Ну, минут 10, наверное, если не спеша идти Можно ничего не знать о Твери Но главная достопримечательность города Наверняка вам известна И это река Волга Здесь просто потрясающая набережная Которая идет вдоль этого берега И вдоль противоположного Можно очень долго гулять, если погода позволяет Ну и, конечно, полюбоваться мостами Все, рядом как раз окна путевого дворца Выходят на берег Волги Набережная не просто очень протяженная Она еще и двухэтажная То есть вот мы сейчас на верхнем ярусе А там внизу вдоль воды еще один ярус Огромной прогулочной зоны В выходные здесь очень много людей Кто просто гуляет Кто с велосипедом пришел Есть скамейки Еще прекрасные обзорные площадки Там внизу можно посидеть Ну, а мне хочется увидеть город сверху Колесо обозрения здесь, конечно, страшненькое Но ради красивого вида придется рисковать Вот сейчас мы находимся на самом верху колеса обозрения И я не могу сказать, что отсюда какой-то сверхъестественный Сногсшибательный вид Видны крыши домов, крыши зданий Ну, можно на мост посмотреть сверху Не самая лучшая точка для осмотра города С высоты птичьего полета Во всей красе осень, конечно, в парках И в Твери за кленовыми листьями Не пришлось далеко ехать Центральный городской парк Выходит прямо на набережную Волги Взрослая Юля попыталась смешаться с детьми И одна девочка даже дала примерить вот этот венок Кажется, мне идет Набережная очень живая А на некоторых участках даже движушная Здание кинотеатра просто огромное Но, судя по вывескам, здесь там сейчас не только кинозал, но еще и рестораны Такое модное местечко и даже свой Оскар есть Здесь можно пройтись по красной дорожке Она, правда, нарисованная, но зато навстречу Оскару А теперь история звезды Так кинотеатр называется Здание 1937 года Построили на месте домика Петра I У императора еще не было путевых дворцов В годы войны кинотеатр уцелел В советское время все важные премьеры Проходили именно здесь Интерьер нетипичный Но пахнет попкорном Игровые автоматы здесь Интересно Красиво Думаете, я снова показываю вам драматический театр? Нет-нет Здание библиотеки огромное Такое ощущение, как будто бы оно как театр Основано в 1860 году при участии Салтыкова-Щедрина Спецпроект «Осень в России-2018» это еще и подарки И смотрите, какую книгу я нашла в Твери Яркие краски, теплое настроение Здесь красивые фотографии, описания различных достопримечательностей Я думаю, что такая книга должна вдохновить на путешествие Или как минимум изучение истории этого города Подарки я дарю своим подписчикам Как получить эту книгу, читайте в описании к видео В Тверь мы приехали всего на два дня Субботу провели в городе Торжок И об этом в следующем видеоролике А здесь гуляли в воскресенье Ну и не могу сказать, что нам хватило дня, чтобы все посмотреть Нет, кое-что осталось И это повод вернуться Тем более, что город всего лишь в полутора-двух часах езды от Москвы Это видеоблог о путешествиях и жизни в Москве Хаус ТВ Меня зовут Юлия Акименко Подписывайтесь Спецпроект «Осень в России-2018» в разгаре Впереди еще много подарков И много ярких красок и впечатлений Субтитры подогнал «Симон»